В АКМ-строе я начал работать рабочим. Сперва я был солдатом строительной части, которую строили Академгородок. Последняя ваша должность? Последняя была директором строительной фирмы. Была в Латвии, близ городу Яунелгава, на хуторе. Учился в школе, потом техникум в сельскохозяйстве не закончил. До армии еще успел полтора года поработать главным агрономом совхоза. Потом призвались в армию. Попал я в строительные части. И 29 декабря 60-го года мы разгрузились на правом берегу, ну где Шостни и Система. Вот там было две воинские части. Работать ходили туда, в институтскую зону. Утром туда, вечером обратно. И вот три года я так и отслужил. И ровно 31 декабря в один часов вечера я деморализовался из рядов Советской Армии. И дальше? Ну и дальше пошел. Ну мне так как было агрономическое образование, я пошел в институт цитологии и генетики. лаборантом работать. Ну, представляете, мужику в метр восемьдесят два, девяносто килограмм веса, так, работать семечками, перебирать туда-сюда, туда-сюда, так. Я потом уволился оттуда и ушел обратно в Сибакадемстрой. Уже по строительной профессии столяра. Работа столяра. От... В 65-м году мы уехали по направлению Валейска строить ракетные базы. Так. И вернулись оттуда обратно в 70-м году. Первый объект, который я уже ввел, это было ГПТУ-55. Я ее от нуля и до сдачи. Который мы построили буквально, мы начали работать там в январе и в сентябре уже начали учебу. Строил я много объектов, так. Вот реконструкция, если Сибакадемстрой взять, да, реконструкция дом культуры и юности. Так. Ну, ГПТУ-55, само собой. В общем, я занимался, мой участок занимался в основном институтской зоной. Значит, мы строили объекты в ядерной физике, теплофизике, прикладной. Значит, прикладной физик, тогда он назывался объект Сосна. Он секретный объект был, мы там строили. СКБ Сосна. Да. Право-берег, институтскую зону, НИИ-систем, НИИ-КМ, там все, вот эти объекты. Обком партии? Ну, это уже было где-то в 80-х годах. Мы строили обком партии, ну, раньше еще участвовал в строительстве кинотеатра Маяковский, в реконструкции железнодорожного вокзала, так, в реконструкции уже и ремонте оперного театра, потом мы строили еще ряд банков. При советской власти была своя политика. Я думаю, что такую политику сейчас не хватает, такой политики. Потому что молодежь, приходя к нам, был испытательный срок, так называемый молодой рабочий, так, которым были понижены нормы выработки. За это время доплачивали мы им, так, и были наставники им, которые за них отвечали. И через полгода уже эти молодежь уже была полноценным строительным рабочим. И многие, даже целыми группами из ГПТУ работая, так и остались в бригадах. И даже создавали молодежные бригады. Которые, вот я знаю, до сих пор многие работают в сфере строительства. Мне бы importe от